С вами канал Учебник Вслух. История Древнего Мира. Пятый класс. Тема урока – появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Самые простые и грубые горшки из глины мог вылепить каждый, но изготовление прочной и красивой посуды требовало особого мастерства. Горшичник должен был долгие годы овладевать своим ремеслом, не отвлекаясь на иные занятия. Земледелие и скотоводство. Он становился ремесленником. Обычно лепили сосуды уже не вручную, а на вращающемся гончарном круге. Обжигали их не на обычном очаге, а в специальной печи. Иногда в очаг попадали небольшие самородки меди, которые размягчались в огне. Люди заметили, что раскаленный кусок меди меняет форму при ударе. Это свойство позволило выковать из меди ножи, шилья и другие предметы. Затем люди научились выплавлять медь из руды. Расплавленную медь заливали форму и получали медное изделие нужного вида. Около 9 тысяч лет назад в Западной Азии появилось новое ремесло – обработка металлов. Медь была первым металлом, из которого люди научились делать орудия труда. Мастера научились работать и с драгоценными металлами – золотом и серебром, изготавливать из них украшения. Медные орудия труда облегчали жизнь людей. Однако медная руда встречается в природе довольно редко, и далеко не в каждом доме в древности были изделия из меди. Изобретение плуга. Легкой мотыгой твердую землю рыхлить очень утомительно и долго. Можно взять суковатое бревно и сделать из него большую мотыгу, чтобы тащить ее по полю. Так дело идет быстрее, но слишком много сил требуется для подобной пахоты. И тогда человек стал использовать быков, чтобы они тащили по полю тяжелую мотыгу. Так возник плуг. Плуг рыхлит и такую твердую землю, которую не возьмет мотыга. Люди стали расселяться там, где мотыжное земледелие было невозможно. Крупнее стали поселения, обильнее урожаи. Благодаря изобретению плуга, использованию животных для рыхления земли, появлению медных орудий, отпала необходимость в совместном труде всей общины на полях. У каждой семьи свое хозяйство. Понемногу в селениях земледельцев складывался новый порядок. Община теперь состояла из больших семей. Земли общины были поделены на отдельные участки. Каждая семья имела скот, орудия труда и вела собственное хозяйство на своем участке. Собранным урожаем ни с кем вообще не делились. Им целиком распоряжался глава семьи. Люди понимали, что они могут рассчитывать только на себя и старательнее работали. Но все люди разные. Более умелые и прилежные собирали больше зерна и овощей, быстрее увеличивали поголовье скота. Некоторые семьи со временем могли стать зажиточнее других. Вместе с тем, семьи нуждались во взаимной помощи и поддержке. Соседи могли, например, договориться и выкопать общий пруд, из которого можно брать воду для полива или осушить болото. Но при этом уже было неважно, сородичи они между собой или нет. Главное то, что они соседи и потому должны держаться вместе. В общине кража каралась самым строгим образом. Но отнять у чужаков скот, украшения или собранный с полей урожай считалось не позором, а доблестью. Племя шло войной на племя, чтобы ограбить его, отобрать плодородные земли. Для ведения военных действий избирался глава племени, вождь. Он собирал своих друзей и сородичей для защиты от врагов и для походов на соседние племена. Часть добычи вождь брал себе, а остальное раздавал воинам-соплеменникам. Вождь племени, его соратники, а также старейшины приобретали известность. Их прославляли как знаменитых, знатных людей. Знатность передавалась по наследству. Сыновья вождей и старейшин пользовались почетом, даже если сами не отличались особой доблестью или умом. Из их числа стали выбирать вождей племен. Им выделяли лучшие участки земли, большую часть военной добычи. Захваченных на войне пленников, вождь и остальные знатные люди делали своими рабами. Внутри племени возникло неравенство. Одни были знатные, а другие незнатные. Одни были богаче, а другие беднее. Крупные поселения понемногу превращались в города, окруженные земляными валами и стенами. В городах жила знать, так принято называть знатных людей. Знать обслуживали лучшие ремесленники, ведь не мог любой из соплеменников иметь богатые одежды и украшения. В городах находились святилища, где стояли идолы. Вожди приобретали власть над всей территорией расселения племени. Они становились царями, правителями государств.